Ее сила тока достигает 500 тысяч ампер, напряжение до миллиарда вольт, мощность до 1000 гигаватт. Но несмотря на это, происходят поразительные вещи, и многие люди, встречавшиеся с ней, выживают. Сегодня секретное досье будет посвящено молнии. Здравствуйте, мои хорошие! Молния – это вид электрического разряда, который наблюдается чаще всего во время гроз. Метеорологи констатируют, что ежедневно по всей нашей планете происходит около 2000 грозовых бурь, которые являются родителями свыше 8 миллионов молний. Чаще всего молнии возникают в кучево-дождевых облаках, а реже в слоисто-дождевых. Помимо этого, возможно возникновение молний во время извержения вулканов, внутри пылевых бурь и торнадо. Разряд молний может проходить между двумя облаками, между облаком и землей, и даже уходить из облака в небо. Как же образуются молнии? Водяной пар, из которого состоят облака, замерзает и существует в виде ледяных кристаллов. Поднимающиеся от земли потоки теплого воздуха сталкивают эти кристаллы между собой и тем самым электризуют их. Что приводит к образованию областей с положительными и отрицательными зарядами внутри облака. Когда большие и противоположно заряженные области подходят достаточно близко друг к другу, и возникает молния. Однако многие вещи, связанные с образованием молний, до сих пор не ясны. Бывает, что молнии творят довольно странные вещи, не поддающиеся объяснению. Документально зафиксирован случай, произошедший во время футбольного матча в Республике Конго. Удар молнии, попавший в игровое поле, убил 11 человек одной из команд, совершенно не навредив при этом второй команде. Известен также жуткий и загадочный случай, произошедший в Японии. Во время пешей прогулки в горах, учитель приказал школьникам держаться за веревку. Ударившая веревку молния убила каждого четного ребенка в ряду, оставив нечетных полностью невредимыми. В очень редких случаях, но все же, молния способна проникать и внутрь жилых построек. Так случилось, к примеру, с одним домом в Дании. Молния проникла через дымоход, обвалила штукатурку со стен, разбила зеркала и настенные часы, порвала занавески, не тронув при этом сидящую в клетке канарейку, а затем, вырвавшись через дверь на задний двор, убила там кошку и свинью. Удар молнии невозможно предугадать или спрогнозировать. Ее разряд может отходить на расстоянии до 10 километров от области, где идет дождь. Так как молния движется по пути наименьшего сопротивления, то, скорее всего, ее конечным пунктом будет объект, максимально возвышающийся над поверхностью Земли. Если говорить о деревьях, в которые попадают разряды молний, то, согласно научным исследованиям, молнии чаще ударяют в дубы, чем в деревья других пород. Это объясняется тем, что корневая система дуба очень массивная и разветвленная, проникает глубоко в землю и достигает грунтовых вод. Поэтому дуб служит отличным громоотводом. Также, довольно часто молния попадает в тополь, сосну и ель, реже акацию и почти не трогает клен и орешник. Самая тяжелая авиационная катастрофа, вызванная молнией, приведшая к гибели 82-х человек, произошла 8 декабря 1963 года в штате Мэриленд, США. Тогда, попав в бак с горючим, молния вызвала воспламенение всего самолета. Хотя, после этого события и прошло уже больше полувека, и современные авиалайнеры стали достаточно хорошо защищены от удара молнии, грозовая буря по-прежнему представляет значительную опасность для самолетов из-за наличия в ней сильных потоков воздуха. Возможны попадания молнии в человека. Тут статистика утверждает, что молнии чаще поражают мужчин, чем женщин. А виной тому, скорее всего, является банальная беспечность сильного пола, который склонен испытывать судьбу, игнорируя правила поведения во время грозы. А может ли человек выжить после попадания молнии? Поражающие факторы молнии – электрический разряд, мощный звуковой удар и световая вспышка. Если молния не проходит через сердце, головной или спинной мост, и не повреждает нервные клетки, то человек, как правило, выживает. Электрический разряд при ударе молнии очень мощный. Но, к счастью, во-первых, он проскакивает сквозь тело за миллионные доли секунды. А во-вторых, основной ток молнии часто проходит только по поверхности тела. На коже, в месте входа и выхода из тела, молнии оставляют ожоги и красноватые полосы, называющиеся в народе знаками молнии. На пути между входом и выходом молния способна причинить значительный вред организму. Возможны повреждения мышц, внутренних органов, переломы костей и позвоночника. Удар молнии может вызвать потерю слуха, зрения, судороги, паралич, остановку сердца. Около 90% людей, пораженных молнией, теряют сознание. Поэтому шансы на выживание значительно повышаются, если рядом с пострадавшим окажется человек, умеющий делать искусственное дыхание и массаж сердца. В случае прямого попадания молнии в голову, последствия могут быть гораздо серьезнее, начиная от странностей в поведении и амнезии, и заканчивая комой и взрывом глазных яблок. Некоторые последствия удара молнии могут проявиться не сразу, а спустя несколько месяцев после происшествия. Это может быть расстройство сна, частые головные боли, мигрени, проблемы с памятью, мышечные судороги, катаракта глаз. Чтобы обезопасить себя и близких и предотвратить встречу с молнией, во время грозы достаточно следовать нескольким простым правилам. При приближении грозы постарайтесь покинуть открытую местность и войти в здание. Однако запрещается прятаться в хозяйственных помещениях, под навесами и в телефонных будках, особенно если они расположены на возвышении. А внутри здания отойдите подальше от окон, телефонных и электрических проводов, не трогайте трубы и краны, не пользуйтесь электрическими приборами, пока не закончится гроза, не разводите огонь в печи или в камине. Если гроза застала вас в автотранспорте, оставайтесь внутри транспортного средства. Металлический корпус автомобиля – надежный защитник, так как проводит электрический ток молнии через себя в землю. Во время грозы опасно оставаться и в воде, даже если вы находитесь в лодке, так как вода является отличным проводником электричества. Оказавшись во время грозы на открытой местности, нужно остановиться где-нибудь в низине. Превратитесь в его максимально меньшую цель для молнии. Присядьте на корточки, соединив ноги вместе. Чтобы уменьшить площадь заземления, опирайтесь на землю только пальцами ног. Положите руки на колени и пригните голову. Постарайтесь не переносить на открытой местности металлические предметы, электронные устройства и ни в коем случае не звоните с мобильного телефона, так как молнию притягивает не только металл, но и радиоволны. Группе людей, попавших в грозу, следует рассредоточиться. Так, из одной большой цели, вы превратитесь в несколько маленьких и существенно снизите риск поражения молнией. Не прячьтесь под деревьями. Более 30% всех пострадавших поражены именно под их кронами. Если же гроза застала в лесу, лучше всего остановитесь на поляне между деревьями, но не ближе 15 метров от них и как можно дальше от дубов. Также очень опасно во время грозы приближаться к линиям электропередач или телеграфным столбам. Если вы стали очевидцем поражения человека молнией, действуйте как можно быстрее. Промедление в данной ситуации подобно смерти. Если гроза продолжается, перенесите пострадавшего в безопасное место и вызовите бригаду скорой помощи. Существует миф, что надо закопать пораженного молнией в землю, чтобы избавить от электричества скопившегося в его теле. Ни в коем случае так делать нельзя. Тело пораженного молнией не находится под напряжением. Весь электрический разряд ушел к землю. И помогая пострадавшему, вы не подвергнетесь никакой опасности. А вот нанести дополнительный вред подобными действиями вполне возможно. И самое страшное здесь, это потеря драгоценного времени, которое необходимо для спасения человеческой жизни. Ожидая прибытия медиков, оцените состояние пострадавшего. В случае отсутствия дыхания и остановки сердца, приступите к проведению реанимационных мероприятий, непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. После восстановления дыхания укутайте пострадавшего одеялом или пальто, чтобы сохранить тепло. Не отходите от пораженного ни на минуту, контролируя пульс, дыхание и сознание. В завершение разговора хочется привести один удивительный факт. Человеком, который перенес максимальное количество попавших в него молний, считается Ройс Салливан. С 1942 по 1977 год он 7 раз попадал под разряды небесного электричества. Берегите себя, не болейте и ставьте лайки. Здоровья вам!